Тем временем у нас вторая игра, это Асадимазе против мистера Аквари. Вкратце расскажу о обоих игроках. Асадимазе итальянский игрок на Джонни Кейдже. У него достаточно большая турнирная история, в принципе файтинг истории, он играет в различные файтинги. Он играл в Soul Calibur 5, он был прежде всего популярен... Прежде всего популярен своим Астаротом, которым парил всех поединок игроков в СНГ, в том числе и Белиала, и Руфуса. Но давайте оставим разговоры про Soul Calibur. Здесь он играет на Джонни Кейдже, на Эллионе, как я понял, Эллион просто считает персонажа гораздо лучше, чем Джонни Кейдж. Потому что Джонни Кейджем он играет с релиза, и у него дофига претензий к этому персонажу. Так, у нас первый раунд, Акварий выкидывает гранату. Пытается аккуратно зонить, а Садимаза просто подбегает, делает свою грязную работу, стоит и стреляет. Всё, не подходи ко мне, Соня. Перезаряжает гранаты, и идёт, что интересно, нетипичная игра для Сони, куда он выкидывает гранату, на что он рассчитывал, я не очень пока понимаю. Акварий, ещё один раз врывается, опять перезарядка, Асадимаза нужно было вставать, чего-то он боится. Ох, какие дропы, ничего не понятно, что происходит. О, отличная комба от Акварий, и будет опять перезарядка, да. Я не понимаю, хард-нокдаун на этой серии, почему они не встают никто? И Асадимаза сейчас загнал себя в угол, отлично прочитанный прыжок, это скорее всего будет раунд для Акварий, да. Неожиданно, неожиданно, первый раунд, казалось бы так, Асадимаза держал лайфлид, половину снял здоровья приблизительно. Тут сейчас он отъедает на прыжку, попадает в угол, успевает перезарядить гранаты спокойно. Соня, армор, это будет где-то 30-очка, если я не ошибаюсь, да, как раз 29%, ничего не читает. Стоят, пересреливаются друг с другом, отъедает интерактив. И Акварий просто выпускает весь... Ой, гранат, ух ты, перезарядка, да ну, ой, какое Йола сейчас было, и Асадимаза не реагирует. Но сам показывает, что он еще тот же Йола-плеер, слишком маленькие, маленькое преимущество. Теперь с гранат и отличное чтение попытки армора от Асадимазы, да, первый раунд за Соней. Мистер Акварий... Мистер Акварий, о, привет, с нами. Будем надеяться, что микрофон у тебя теперь в порядке. Ура, ура. Я-то как-то надеюсь. Так, ты смотрел между тем игру, как Акварий сейчас удачно прочитал Асадимазы? В самом конце было отличное чтение, и в Соня она победила. И победил, и... Да, вот посмотрим сейчас, что закончится противостояние Асадимазы, он теперь Джонни Кейджи берет. Я сейчас вырвался с комментариями, что происходило сейчас у Сони. Да, Гарри Найтвар по-прежнему здесь с нами. Да, я все еще тут. Так, интервью мы не успели закончить. Тем временем, уже на Алиста меняет чара. Мне кажется, первоначально он пытался играть чужим, потому что у Алиста не очень хорошо с воздухом. И, как мы видим, сейчас в воздух особо роли не играть, потому что Сони прилетает в блок, и за что очень сильно наказано. Да, отлично. Асадимазы очень аккуратно играют. Все. Пытается все разводить. Ай, армор, который выбивается, к сожалению, дроном и его гранатами. Так. Пытается полезть. Ничего не получается, ничего. Сианти-Эйра ничего не сконфирмил при этом Акваре. Пытался выпрыгнуть. Да, и раунд удачно для Асадимазы. Вот так вот. А берешь Алиста и сразу начинаешь выигрывать игру. Берешь Алиста, начинаешь выигрывать игру. Ай, пытался, наверное, армор туда впихнуть. В итоге отожрал. Да, смотри, удачно сколько. Как вырывается у нас Акваре. Нарядка. Ой, не сработал армор от Кейджа. Потерял одну полосочку. Сейчас. Что вообще происходит? Какие-то гарантированные сетапы на дамаг с броском. Очень здорово сейчас все сетапы от Акваре. Асадимазы как-то зависли. Наконец-то он смог отвиснуть. Да, переход в угловую комбу. И опять отведает Лоу Акваре. И если бы не Брейкер, скорее всего, сейчас бы это был конец раунда. Ну и последний. Ой-ой-ой, сейчас красные шары были опасны очень для Сони, но... Опять отстает стрим, Рома. Опять спешит, в смысле? Или отстает? Я понял. 10 секунд. Итак. Асадимазы загоняет в угол. Неторопливо прессит. Да, в этот раз Аверхед не угадывает уже. Ох, какие сложные же миксапы у Кейджа. Невероятно просто. Ничего не боится. Просто делает свой Лоу. Миксапы. Да, наглый. Абсолютно наглый армор. Акварий на канатах. И он пока ничего не может сделать. Да, Д4 форсболы отъедает. Ничего не блочит Акварий. Не хотел блочить на Вейке. Рассчитывал на халявку. Но халявка не пришла сегодня. 1-1. Вот так вот. Так, посмотрим, что же. Кем же все-таки ответит мистер Акварий. Пока что с Алистом у него не так хорошо складываются отношения. Казалось бы, да? Хотя по сюжету. Темно иначе было. Не обратил внимания, какую сейчас вариацию взял мистер Акварий. По-моему, он остался на той же. Да, я не вижу смысла сейчас брать что-то, кроме Demolition за Sony. Потому что Demolition достаточно хороша. Да, у нее есть свои проблемы, но... У кого их нету... Асадемазы опять читает. Ох, знаменитые техники из 2015 года. Они по-прежнему работают. Сделай серию в минус на блоке. Потом армор. Так, наконец-то он блочит этот лоу. Но наказывать этот флипкик очень сложно. И Акварий, само собой, этого не делает. Потому что Sony достаточно медленные нормалы. Ох, это будет хороший, большой такой урон. 32%, 36%. И надо перезаряжать 40% с перезарядкой гранат. Но да, наказывается всем, чем можно. Пока не очень удачные трейды для Асадемаза. Зачем он пытался форсбол выкинуть, добежал Акварий и убил просто его. Да. Хорошее окончание в харднокдаун. Как раз попадает в угол. У Асадемаза всего один бар. Если сейчас что-то он неверно читает. А он неверно прочитал, пытался выпрыгнуть. И получил бы харднокдаун. И экснад панч будет очень сильный паниш. Да ладно, это что, ничего не дропается? Воу, что творит? Он вливает весь метр. Да он какой-то сумасшедший. Что это за миксап? Я такого еще вообще не видел ни у кого. Или может я не смотрел внимательно игры Скара. И абсолютно раунд полной доминации от Акварий. 2-1. Полного уничтожения. Унижение, так сказать. Унижение, так сказать. У талити закончил, да. Теперь ты впереди им встретил. Вот. Ну смотри-ка, очень успешно Акварий свои миксапы. Все сделал правильно. Не успел ничего прочитать, к сожалению. Садимаза и, в общем-то, сплотился за это в своей жизни. Честные дела происходят на стриме. То в одну сторону, то в другую. А у нас игроки играют. Сейчас, возможно, последняя игра для мистера Акварий. Насколько я понимаю. Сейчас счет 2-1 же, да? Я не ошибаюсь? Да, 2-1 в пользу Акварий. Уверен. Вот этот бой был абсолютно уверен в пользу Акварий. Неожиданно ничего Садимаза не смог противопоставить. Особенно второй раунд. Какие-то невероятные миксапы. Это называется. У меня три бара. Я тебе лоу сделаю. Я тебе оверхед сделаю. Все, что хочешь вообще. Это знаешь, как этот... Кто вспомнит, был такой этот... Был эпизод. Осторожно, модерн, короче. Там герой Нагиева такой. Все? Нет, не все. Вот. Тут то же самое происходит. Приблизительно сейчас у нас. Да, пока довольно таки ровная нейтрал игра. О, угадывая. Вставляет армор туда, куда нужно. Ашотик наш, дружище. И продолжает сранкан сала комбу. Акварий решает, что нужно тратить метр. Достаточно смелое решение для него. И просто пытается сейчас выломить Соню. Но Акварий очень осторожен. Да, такие он ловит Асадимазы. И посмотрим, сможет ли он что-то. Нет, он просто отъедает колено с бега. Вот. Я дико извиняюсь, но, к сожалению, мои проблемы не прекратились на этом. И я очень неудачно снова ворвался. Поэтому, ребята, я отключаюсь. И надеюсь, что всем до скорой встречи. Да, Рома, мы... Я немного расстроен лично этим фактом. Но думаю, в следующий раз у нас будет все получше. Но форс-мажоры есть форс-мажоры. Садимазы пытается проверить ворхой. Там он уже ни на что не реагирует. Там уже Соня выпрыгивал и фиг знает когда. Но... А Садимазы все равно. Он вливает весь свой метр. Он хочет взять этот раунд очень сильно. Ну, не было метра для того, чтобы продолжить сейфовый надпанч. В итоге Акварий... Сейчас имеет лайфрит. Ему главное сейчас не перемудрить. Потому что... Джонни еще может вытащить этот раунд. Если бы у него была стамина. Да, Акварий ничего не боится. Просто делает в конце этот арк-кик. Попадает в хит. И у нас финальный раунд. Это матч-поинт для Акварий. Ух, Акварий врывается! И... Ашадимаза читает. Ашотик, брат. Ну что ж, ты дропаешь комбат из Акейджа. Ты же уже играешь им больше года. Как же так это происходит? А ответ прост. Не надо брать эйлиенов. Запасными персонажами. Акварий достаточно сложный. Ему нужно много тренировать. Мы видим какие-то адские миксапы. Выбивает армор. Если бы не дропнул. Сейчас, скорее всего, для Ашота было бы все кончено. Но он ничего не боится. Он просто... О, этот неприятный вейкап! Да! И лишает драгоценных ног в пол экрана. Кейджа. Больше никаких колен от тебя. Наглая супруга, однако. 3-1 в пользу Акварии. Кейджа. Сrete! Я не знаю я...